Музыка Когда человеку исполняется 60 лет, это уже так называемый рубежный возраст, и поэтому люди начинают себе гадать, а что будет дальше. То есть я считаю, что в ближайшие годы я буду возглавлять компанию Лук. День первый, 14.30. Самолет с президентом компании «Лукойл» взлетает из Москвы и берет курс на север. Главное теперь по поездкам в Комин – это представление нового генерального директора нашего предприятия в Комин. То есть в Тикаре я его представлю главе республики, и у нас подписание соглашения с главой на ближайшие пять лет о социальной партнерстве. То есть традиция компании со всеми регионами иметь понятные правила отношений. А вот заключаете соглашение, вы от чего пытаетесь уйти? От того, чтобы к вам по любому поводу обращались, дайте денег? Да, от непредсказуемости. Як-42 приземляется в Сыктывкаре, столице республики Коми. 40% ее бюджета – это налоговые отчисления «Лукойла». И президент компании ездит тут действительно по-президентски – кортежем с милицейским сопровождением. В Москве один «Мерседес» и «Джип-охраны». На встречу с главой республики у Олег Первого считанные минуты. Разрешите вам вручить знак нашей республики, чтобы всегда он напоминал о том, что в этой республике, ваше подразделение, это наш герб, одно из самых успешных. Спасибо. После официоза и короткого интервью местным СМИ Олег Перв возвращается к самолету. Дальше – Усинск. Хотя бы в тех регионах, где вы главный налогоплательщик, с вами как-то советуются, когда выбирают губернатора? Нет, конечно. Это приоритет президента нашего государства. Мы, как правило, это узнаем из газеты. Но вот Москва для вас тоже принципиальный регион? И, насколько я понимаю, с Собяниным вы хорошо знакомы по прошлой работе? Да, но Москва для нас не является принципиальным регионом. Почему? Потому что в Москве настрадочен всего один небольшой элемент нашего бизнеса. Это розничные продажи. Для нас это не приоритетный бизнес. Олег Перв познакомился с Собяниным, когда тот был мэром. Разумеется, не Москвы. Лукойл был создан в 1991-м на базе трех советских нефтяных объединений – Лангипаса, Урая и Когалыма. Их заглавные буквы и стали названием новой компании. Главой города Когалым как раз и был Сергей Собянин. Позже, в 2001-м, он стал губернатором Тюменской области, которая для Лукойла – один из самых принципиальных регионов. Более половины своей нефти компания добывает в Западной Сибири. А то, что штаб-квартира находится в Москве, ну это неизбежность при нашей централизации, да? Да. Это сложилось исторически. Потому что на первом этапе развития вертикальных объединенных компаний было очень важно находиться близко к власти, близко к центру принятия решений. На первом этапе? А сейчас не важно? Да. Сегодня это уже не так актуально. Вот свежий пример неактуальности – конкурс на месторождение Трепса и Титова, одно из крупнейших, открытых на закате Советского Союза. Оно находится недалеко от Нарьянмара. Трепса и Титов – это примерно 230 миллионов тонн нефти. Заявки на лакомый конкурс подали почти все нефтяные компании. Лукойла, Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз. Но до финала, он назначен на 2 декабря, дошла только одна – не самая большая и богатая Башнефть. Наша же компания была недопущена до конкурса в связи с тем, что документы были оформлены. Вот это странно. Не тактично. Да, есть странности. Но в то же время я сторонник конкурса. Они должны быть более понятные, более открытые, чтобы не было нюансов в оформлении документов. То есть надо внедрять стандарты. Какие документы нужны, какой форме нужны. То есть это все-таки отрабатывается с опытом проведения этих конкурсов. Но, как правило, после любого конкурса есть недовольные и довольные. Ну, я вот человек посторонний, но на мой посторонний взгляд все равно в таких крупных вопросах, ну, все, на самом деле, решается в кулуарах, кому что достанется. А конкурс так для вида. Нет, недород принадлежат государству. Государство могло бы присоединиться самостоятельно тому, кому оно считает нужным. Это право государства. Это прописано в законе. Но если проводится конкурс, это уже хорошо. Даже если он чисто формальный? Даже если он формальный. Дошедшая до финала башнефть принадлежит новому игроку на нефтяном рынке корпорации «Система» Владимира Евтушенкова. Известная своими телекоммуникационными активами, система купила башнефть около года назад. И вот осталась единственным претендентом на богатейшее месторождение. На камеру о закулисье подобных решений, конечно, никто не скажет. Мы приветствуем своих коллег на этом проекте. Но сегодня наша компания в эту провинцию вложила уже не один миллиард долларов. Создана инфраструктура, которая рассчитана не только на месторождение компании «Лукал», но и в целом на провинцию. Поэтому мы уверены, кто бы ни победил в этом конкурсе, он в любом разе будет тесно сотрудничать с нашей компанией и использовать нашу инфраструктуру. Термин «провинция» – профессиональный жорганизм. Олег Перв имеет в виду не уездную глубинку, а залежи нефти. Провинция – это район, где обнаружено несколько месторождений. На территории России «Лукойл» разрабатывает Большихетскую впадину, Тимано-Печорскую, Западно-Сибирскую, Предуральскую, Северокаспийскую и Поволжскую провинции. Свои вопросы о другом. Наши провинции все достаточно уже старые. Это и Поволжье, это и Тимано-Печоро, и Западная Сибирь. Сегодня необходима ускоренный ввод и подготовка новых месторождений к разработке, чтобы потенциал страны сохранился. Сегодня необходимо, чтобы правительство более агрессивно выставляло на конкурс новые участки недр с целью их геологического изучения и разработки. Чтобы можно было уже через 10-15 лет иметь подготовленные месторождения для компенсации добычи, которые мы сегодня уже производим. Лукойловское месторождение в Каспийском море – яркий пример того, сколько денег и времени уходит на разработку провинции. Промышленная добыча нефти началась там в 2010-м, а обнаружили месторождение в 1995-м. Причем силами Лукойла, которым государство за эту находку доверило ее и разрабатывать. Мы нашли возможность рискнуть, вложить туда полмиллиарда долларов и открыли новую провинцию для нашей страны. Для меня это был самый знаменательный день. Потому что как для профессионала открыть новую провинцию – это бывает раз в жизни. Всего на поиски, разработку, бурение, подводный нефтепровод и строительство уникальной ледостойкой морской платформы ушло почти 7 миллиардов долларов. Но чтобы обеспечить жизнь компании через следующие 15 лет, надо уже сейчас начинать разработку новых провинций. Но в России Лукойл уже давно ничего не получает. В правительстве эти вопросы курирует вице-премьер Игорь Сечин, который также возглавляет совет директоров Роснефти. Ее глава Сергей Богданчиков, у которого отношения с Сечиным не сложились, недавно покинул компанию. Я не буду задавать вопрос, какие отношения у вас с Сечиным. Понятно, что вы скажете «хорошие рабочие». Я спрошу, насколько зависит успех компании, ее место на рынке от личности руководителя. Ну, знаете, сложно сказать, потому что все-таки рынок, особенно внешний рынок, очень тщательно оценивает руководителя компании. Любую компанию сегодня рынок оценивается по профессионализму, менеджменту. Мы считаем, что наши компании, профессиональные менеджменты, очень готовят, допустим, новую стратегию своего развития. Она позволит на компанию нашим и акционерам, и аналитикам посмотреть по-другому. Конечно, зависит этапы развития компании от личности руководителя. Но вот я еще раз повторяю, с государственной компанией, как правило, это проходит менее заметно. А с вашей было бы более заметно? Наша была бы более заметна, потому что уже внешний мир привык к личности Олега Первого, как руководитель компании «Лупа».